Привет! Мы на финишной прямой и сегодня наш восьмой и завершающий урок, в котором мы поговорим про концепции. Разные концепции, которые можно использовать, когда мы танцуем, и тем самым выходить из зоны комфорта, и тем самым делать наш танец более интересным. Я вам дам три свои концепции, которые я хочу, чтобы вы попробовали реализовать, и потом дам небольшое задание. Первая концепция, которую я хотел бы вам дать, это концепция танца без рук, да? Выглядеть она будет примерно таким образом. Вы танцуете, заходите вниз, делаете все, что угодно, но не ставите руки на пол. Вторая концепция заключается в постоянной смене уровней. То есть вы не задерживаетесь ни вверху, ни внизу, а постоянно эти уровни меняете максимально быстро и максимально часто. Выглядеть это будет примерно таким образом. То есть, как вы видите, я не останавливаюсь ни на одном из уровней, но стараюсь их менять максимально часто. Ну и третья концепция, которую я вам сегодня дам, она будет заключаться в том, что у вас одна нога, ну, например, левая, она все время будет как бы прилеплена к полу, и вы как будто не можете ее от пола оторвать. Выглядеть это будет примерно таким образом. Использование подобных концепций учит нас выходить из зоны комфорта. Учит нас создавать что-то новое в моменте, что-то, чего мы не делали до этого никогда, и, возможно, чего мы не сможем повторить и в будущем. Помимо этого, каждая из этих концепций учит нас чему-то новому. Например, первая концепция танцев без рук, она, скажем так, укрепляет нашу посадку. И далее, даже если мы будем делать флотворк с руками, то мы будем делать его намного более уверенно, потому что у нас был опыт уже того, что мы делали его без рук. Соответственно, у нас было меньше точек соприкосновения с полом. Или, например, вторая концепция о смене уровня, она нас будет подталкивать к тому, чтобы мы думали на тему, как мы будем делать заходы вниз, как мы будем стоп-рока заходить вниз, и как мы будем снизу выходить вверх, возможно, заканчивать наш выход. Соответственно, чем больше вариантов мы попробовали, например, когда тренировались в рамках этой концепции, тем больше возможных у нас ходов уже в моменте, когда мы будем танцевать, например, на джеме или на батле или где-то еще. Ну, это было всего лишь три простых концепции, но на самом деле таких концепций можно придумать, не знаю, сотни, тысячи, да, то есть, например, танец только с одной рукой, танец только с прямыми ногами, например, гасить, чтобы голова постоянно касалась пола, гасить, например, только переходами на фрезах, гасить только, например, пауэрфутворком и так далее и тому подобное. И, собственно, ваше домашнее задание, завершающее домашнее задание этого курса будет заключаться в том, что вам будет необходимо придумать две какие-то свои концепции и сделать выход именно в рамках этих двух концепций. На этом мы завершаем наш курс. Я очень надеюсь со всей души, что он был вам полезен. Я очень надеюсь, что вы из него смогли что-то ценное для себя вынести. И, возможно, жду вас на следующем. Это был Ян. Мир.